Первый престольный праздник в честь иконы Божьей Матери Скоропослушница состоялся в селе Городище Хиславического района Смоленщины. Слово нашим коллегам из телестудии Святой Меркурий Смоленской епархии. О строительстве храма в селе Городище Хиславического района Смоленской области было принято решение три года назад. Но еще год назад в это почти никто не верил. Летом этого года, благодаря стараниям всех неравнодушных, от простых жителей и не только Смоленской области, а и других, даже республик, и конечно же руководителей районной и поселковых администраций, и при участии постоянных спонсоров, предпринимателей разных уровней и районов, был, на удивление всем, построен и освящен епископом Смоленским и Вяземским феофилактом храм в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Скоропослушница. И вот снова радушные хозяева принимают у себя правящего архиерея, чтобы отслужить литургию по случаю престольного праздника. От мала до велика пришли в этот день прихожане храма. Все честные отцы, дорогие представители главы районной власти и власти настоящего поселения, дорогие братья и сестры, я всех вас поздравляю с престольным праздником, с днем, когда вся полнота нашей церкви молитвенно обращает свой взгляд к образу преблагословенной владычицы нашей Богородицы, именуемой Скоропослушницей. Я поздравляю всех вас с первым престольным праздником всего Святаго Храма. Будем молить Скоропослушницу о том, чтобы она скоро услышала наши молитвы, нашу надежду, не прогневалась на нас, но помиловала по-матерински, простила и даровала бы всем нам крепкой верой и твердой надеждой, а еще живой любви Господу и Спасителю Христу и к тем, кто рядом с нами. А рядом, буквально в двухстах метрах, находились те, кто больше всего нуждается в нашей поддержке, те, кто по своей немощности не может прийти в храм. И вот владыка Феофилакт в который раз навестил больных и престарелых, навестил по зову сердца и души, чтобы поздравить и их. Первый престольный праздник в городище. Вы знаете, что совсем недавно, летом, здесь мы построили храм, летом его освятили, и вот сегодня празднуется день, в честь кого освящен этот храм. День иконы Божией Матери, которая называется Скоропослушница. Вот я смотрю на вас сейчас, посещая здесь, в этом вашем новом доме, и думая о том, что, наверное, никто из людей не может сказать о том, какая может быть его судьба. Никто не может сказать, как будет протекать его жизнь в будущем. А поэтому, не зная своего будущего, мы живем настоящим и живем надеждой. Надеждой, что Господь не оставит нас. Надеждой на то, что Божия Матерь никогда, как наша Мать, как помощница, как заступница, никогда от нас не отвернется. Епископ Феофилакт поблагодарил горячо и сердечно тех, кто постоянно находится рядом с ними. Сотрудников дома-интерната за их благороднейший труд. Слово поддержки, руководству, медицинскому персоналу настоящего учреждения. Вы несете нелегкий крест. Вы делаете дело Божие. Потому что сердце, способное к состраданию, открывает щедрую руку Божию. У каждого из них непростая судьба и жизнь. Конечно, можно быть радым тому, что они имеют и крышу над головой, и еду, и теплое место, заботу со стороны персонала, и что это их новая семья. Да, но у многих из них есть родные и близкие, есть дети, при воспоминании которых невольно накатываются слезы. Епископ благословил всех и подарил иконы Божией Матери каждому. Молитесь, и Матерь Божия скоро услышит вас. И пусть эта молитва ваша станет открытой дверью в Царство Божие. Пусть она будет для вас источником сил.